Приветствую тебя, дружище! Ты еще не слышал? Мы с нашей братвой подписчиков идем покорять новую стримерскую платформу Трово. Там ты найдешь уникальный контент по танкам, которого не будет на моем ютуб канале. Стримы новых игр, розыгрыши золота и премтанков каждый день и многое другое. Подписывайся на мой канал Трово, ссылка в описании. Хоба! Приветствую всех подписчики и новые зрители, вы на канале Нервью. Сегодня я хотел бы показать вам бой, который я сыграл на Суперконкерере на карте Рудники. Это британский тяжелотанк 10 уровня для тех, кто в танке, не знает, вдруг у меня есть новички в игре. Короче, играем мы здесь с набором оборудования, закалка, боновая вентиляция, а также боновый досылатель. Для чего? А все по причине того, что этот бой я сыграл на стриме. И здесь я рассказывал своим зрителям о том, какая же разница между игрой на урон и игрой на победы. В чем разница, как играют вообще люди, которые играют на урон, как играют люди, которые играют на победы и что сейчас лучше в рандоме. И для того, чтобы это узнать, переходите на стрим, оставлю ссылочку в описании и смотрите. А по поводу теперь этого боя, хотелось бы вам немного рассказать. Это самый обидный мой бой, наверное, за последний, наверное, год. Я не подавал виду, как мужик с яйцами, когда играл на стриме, то, что мне не обидно. Но на самом деле это действительно один из самых обидных боев. И в конце этого боя вы узнаете почему. Потому что, ну ладно, бой спойлерну на большущее количество урона. На какое конкретно, я тоже не буду говорить. Но это пятизначное значение, да? То есть я давненько уже не накидывал. Вот, и плюс еще дополнительное ко всему эпичная концовка, развязка просто в духе вестернов, когда съезжаются два рейнджера или охотника за головами, достают свои револьверы. И кто из них быстрее выстрелит, тот победит. Ну вот примерно вот в этом же ключе. Где перекати поле и музыка такая. Подъезжаем мы в центральную канавку с верхнего респауна на нашем суперконкере. Здесь мы перестреливаемся против вражеского Т-1504 и 5-го, 268-го стреляем, который находится на дистанции. Все по причине того, что мы можем. Хорошо бронированная башня, углы вертикальной наводки. Это все есть у нашего суперконя. И самое что главное, у нас здесь отличная точность, поскольку мы играем на вентиляторе, а не на турбономентателе, который позволяет нам откатываться назад. Именно поэтому, для того, чтобы играть на урон, особенно на карты, где тебе не нужно быстро приезжать в позицию и настреливать этот урон, лучше всего брать вентиляцию вместо турбача. Турбач нужен для того, чтобы играть агрессивно на картах, где тебе нужно дольше ехать. Вот. Поскольку у нас здесь есть вентиляция, сейчас вы заметите очень много крутых выстрелов. Например, вот этот шот по кранвагну. Попадаю в пиксель и отличным образом забираю первый фраг себе в копилочку. Выдаю выстрел в иючок В-79-го. Вы сейчас можете крикнуть. Нир, так это подкрутка тебе. Подкручиваю, так нереально попадать. Ну, сами понимаете. Подкрутка, не подкрутка, но когда у тебя залетают вот такие выстрелы, здесь можно ссылаться только на точность вентиляции. Но на самом деле все вы прекрасно понимаете, что как бы ты хорошо ни целился, всему виной ВБР. И тебе может 10 тысяч миллиардов раз не повезти. Ты будешь не попадать. А потом, наоборот, 10 выстрелов будешь попадать даже в самые-самые пиксели. Вот, например, сейчас я попадаю в 279-му в иючок, но его не пробиваю. Поэтому, ну, такие рандомные шоты, они иногда закатывают. И парень, явно купивший 279-го раннего, вот, заплативший бабло какому-нибудь статисту, чтобы он ему выполнил ЛБЗ, не понимает, что же с ним творится. Как его так жестко убивают. Мы проигрываем 10 тысяч очков прочности против 15 тысяч. Нас зашали по всей карте. Мы проиграли 8-ю, 9-ю нулевую линию. Единственное, что мы хорошо держим, так это центр карты, поскольку у нас там сконцентрирована большая часть, вообще, в принципе, танков в этом бою. Плюс, дополнительно, к этому ко всему, у нас есть одна бесхозная СТБшка, первая, которую прикрывает разве что артиллерия, плюс 268-й, и против 430-ю на острове она сражается. Главное отличие этого боя от любого другого, то, что здесь урон, настреленный в начале, он минимален, и он не по АФК-танкам, а танкам, которые все же сражались. То есть я здесь весь свой урон, можно сказать, понастреливал по лючкам и по танкам, которые стояли где-то на дистанции. То есть это я забрал в пиксель крана, я дал два выстрела по 279-му раннему в лючке, где-то там его подловил в каких-то моментах, плюс здесь фаша, видите, ловлю. Ну, то есть я 4 косаря урона настрелял буквально до середины боя, а у нас уже почти вся команда на последнем издыхании держится. Сзади у меня находится, а уже спереди, Т110Е3, которые, будучи ваншотным, почему-то кушают центр карты. СТБ-1 у нас 615 хп, которого прикрывает разве что 268-й, ну и ФВ-215б, который охоронит грилля 15-го, плюс ФВ-40-05, если вдруг они выкатся на него. В свою очередь я сейчас принимаю решение в выгодный для себя тайминг, поскольку я знаю то, что 279-й ранний, он не обладает большим запасом очков прочности. Т110Е5 мы тоже в центре карты покоцали, и принимаю решение забрать этот центр карты и его перепушить, для того, чтобы не дать возможность ФВ-215б сбоку на 9-й линии играть. И плюс дополнительно к этому ко всему удерживание центра, вот углов вертикальной наводки на ДПМном танке, оно, конечно же, особенно если у тебя есть хп, это всегда путь к возможному камбэку, я бы даже не сказал, что победе, ну, по крайней мере, к камбэку и возможности хоть что-то разыграть, потому что я разжимаю большую часть карты и даю хотя бы понятие своей команде, где она может играть. Ну, конечно, все зависит от того, воспользуется ли команда этой информацией или нет. Здесь выкатывается ФВ-215б, мы выдаем по нему первый свой выстрел и начинаем здесь играть от Бортины. Я понимаю прекрасно то, что вражеские ПТ-САУ в лице ФВ-4005, Грилей-15, они навряд ли стоят на 8-й, 9-й нулевой линии, разве что единственный танк, который меня может контролировать, это артиллерия плюс Т110-5 и Т279, которые могут переехать с центра карты под рентген горы, для того, чтобы я перманентно светился и ничего не мог делать. Ситуация более или менее налаживается, то есть мы по-прежнему проигрываем два танка, но уже по хпшкам отыгрываем, то есть не 5000, а 2000, 2000 это все же неплохо. Я настрял 4600 урона, у меня еще фуловый танк, и я единственный вообще, в принципе, на ком держится этот бой, потому что если бы я не забрал центр карты, мы бы 100% проиграли. Т279 начинает агрессивно разыгрывать, забирает Т110Е3, на него не может выехать Ягдпанзер Е100 и забрать 430 у нас. Также здесь подпушивает по-прежнему остров, ну, а мне, в свою очередь, нужно развернуться и постараться забрать 279-го. 279-й здесь уже такой укатился куда-то, я вообще не знаю, где он находится, и выезжает на Т110Е5, который меня рентгене, где там сзади стоит далеко 279-й, но, очевидно, не Камильфо+. Меня сзади может продамажить артиллерия, которая может пробить меня в корму. ФВ-4005 стоит под горой и контролирует подкат к себе ФВ-215Б. 268-й по-прежнему стоит на горе, ничего не делает, ну, и мне нужно сделать правильное действие. Ребят, напишите, пожалуйста, какой самый обидный бой в комментариях у вас был за все это время, пока вы играете в танках? Вот что такое произошло в бою, то, что вы вот запомнили это действие, этот бой, и он у вас просто отпечатком наложился в памяти. Вот, напишите. Вот, у меня вот этот бой один из самых обиднейших. Я сейчас перекатываюсь на правую часть горы по причине того, что здесь выгоднее играть против любого танка, который будет ехать на меня. Меня здесь не простреливает артиллерия, а также... Будьте здоровы и вы. Спасибо всем, кто напишет это в комментах. Вот, здесь выгоднее всего играть против любых танков, которые будут пушить меня по причине того, что меня здесь не дамажит артиллерия. Это выгодная позиция, плюс дополнительно я здесь могу контролировать танки, которые будут, ну, например, подкушивать со стороны воды или со стороны 8-й, 9-й нулевой линии. Продамажил я здесь Т110Е5, до этого забрал 279-го. Очень мне сильно повезло, у меня прошла альфа, 449. Вообще сейчас мне катить сильно альфу. Я откатываю назад, скоро задним ходом, благо у меня здесь хоть и не самая быстрая, но все же она у меня есть. И помогаю моему союзнику на ФВС-4005. Каким-то невероятным образом я здесь сейчас продамажил около башни 430-ю, и его забирает артиллерия. Остаюсь я 2 против 5. 2 бабахи, гриль 15-й, плюс Т110Е5. И все вроде бы неплохо. У меня 6300 урона, у команды противника 5065. Можно сказать, 1 в 5 остаюсь, поскольку артиллерия здесь не особо помогает. Принимаю решение здесь выйти в размен против вражеского Т110Е5, его забрать. Обязательно чинюсь, поскольку может выехать спереди либо бабаха 40.05, либо гриль 15-й. Перезаряжаюсь благодаря интуиции на фугас, и прекрасно понимаю, что сейчас на меня может выехать бабаха спереди, или же гриль 15-й. Именно поэтому я заряжаю фугас, потому что все танки, которые против меня остались, лучше в них дамажить фугасом. И поскольку, поскольку одна из фв 40.05 была сзади, она сейчас убивает артиллерию, я пытаюсь ее продамажить как раз-таки этим фугасом. Выдаю первый выстрел на 539, это так-то неплохо. И сейчас пытаюсь дать еще один шот, но не выдаю его. Оставляю один фугас и перезаряжаюсь на подкалибр. Объясню, почему перезаряжаюсь на подкалибр. Это очень важно. Потому что сейчас в тайминг, когда я отъехал с этой позиции, на меня могут поехать гриль 15-й и фв 40.05. Они могут на меня ехать и ехать, например, боком. И для того, чтобы я уверенно дал урон и поставил на каток эти танки, поскольку у них очевидный картонный корпус, я заряжаю подкалибрный снаряд. Оставляю один фугас на всякий крайний случай, если вдруг что-то произойдет. Гриль 15-й здесь не выезжает. Фв 40.05 тоже не выезжает. А в фв 40.05 одна из них, она была фуловая. Почти что фуловая, буквально без одного выстрела, который я дал при заезде на горку. То есть у нее там где-то около 1400 хп, она мне на 4 шота, плюс вражеская бабаха мне на 3 шота, еще одна. И гриль 15-й мне также на 3 выстрела. То есть для того, чтобы мне выиграть этот бой, 4 плюс 3 плюс 3, мне нужно 10 снарядов. 10 снарядов нужно исключительно на ПТ-САУ, плюс еще один на артиллерию. И желательно, чтобы это был фугас, для того, чтобы я его спилил. То есть все, мне нужно сейчас все попасть, все пробить, и только тогда, тогда и только тогда я выигрываю этот бой. Вот, у меня 7600 урона, в принципе, хп мне позволяет перестреливаться с вражеской командой. Выдаю первый выстрел фв 40.05, им возможности меня здесь адекватно запушить, можно что, разве что, если они поедут на меня троем или двоем, вот прям в упор впритык, и начнут против меня перестреливаться. Перезаряжаюсь обратно на фугас, для того, чтобы сделать бабаху вражескую, которая здесь где-то играет ваншотный. Выезжаю на гриля 15-го с заряженным фугасом, и не попадаю, не попадаю с фугаса. Просто посмотрите на этот выстрел, парни. Это, ну, это, это, это просто супер, супер задница, это супер задница за супер обидный выстрел. Это выстрел, который стоил мне, по сути говоря, боя. Смотрите, показываю вам замедленные съемки. Я выезжаю на этого гриля 15-го. Серегу, вот, у меня уже точно, я знаю, пушка опускается. Я свожусь на ту точку, где должен быть этот гриль 15-й. Смотрите, смотрите, мужики, на прицел. Смотрите, мужики, на прицел. Вот он, гриль 15-й. Я нажимаю на кнопку выстрела, довожу прицел, вроде бы немного, нажимаю на кнопку и, короче, не успеваю его доводить. Мой снаряд, он мимо пролетает. И это мой косяк по стрельбе. Естественно, тут не игра виновата. Это мой косяк по стрельбе, но это очень обидно. Откатываюсь я назад, понимаю, что базу, скорее всего, этот FV4005 не возьмет, и меня начинает пушить FV4005. FV4005. Лучше всего не принять ваншот от FV4005, поэтому мы принимаем выстрел от гриля 15-го, я здесь уверенный. И FV4005 нам куда-то выдает на 927. Забираем мы этого FV4005, и сейчас нужно подопродомажить гриля 15-го. У гриля 15-го хп на 3 выстрела. Я здесь выдаю ему шот. Не пробиваю гриля 15-го в бартину, иду в клинч. Пытаюсь пуш каким-то образом заблокировать, тараню гриля 15-го, и у меня проходит альфа. Выстрелов у меня остается ровно на убийство вражеской бабахи. То есть помимо того, что я закосячу выстрел фугасом, я еще в бартину не пробил гриля 15-го. Ну все, шок, боль, пот, кровь. У меня 10 косарей урона, и я не знаю, что мне здесь сделать. Разве что если альфа вылетит FV4005, но уже она не вылетит. 398 урона я дал, и сейчас нужно как-то доигрывать данный бой. У меня 5 фрагов, мне нужно добрать вражескую FV4005. Прочее всего это сделать спустившись вниз, я понимаю, что она стоит с домом. Как вы бы выбивали этого FV4005? Можно поехать направо, можно поехать налево, но слева мне показалось, что лучше объехать, поскольку я могу подловить, например, артиллерию. Но артиллерия никак меня не выиграет в этом бою, а вот бабаха, если попадет, она все же выиграть меня здесь сможет. Справа я не решил рисковать объезжать, поскольку бабаха FV4005 стоит за дом, и скорее всего она будет целить как раз таки справа объезд. Я принимаю решение здесь через центр карты проехать и упасть там, где находится труп на его Ягдпанзера Е100. Падаем здесь внизину, и сразу же зацеливаем вражескую бабаху FV4005. Скатываемся здесь вниз, видим здесь бабаху, выдаем по ней выстрел, стабилизация, конечно, у Суперконя отменная, и начинаю здесь мансовать вперед-назад. Бабаха, очевидно, с вертухи не попадает, хотя она немножко досвелась, и мы ее забираем. Это 10 860 урона, это 6 фрагов, это 0 снарядов в боекомплекте. Это ситуация 1 в 1 против артиллерии, это была бы медаль Голобанова, но, к сожалению, получаю я медаль в этом бою от Сосанова. Это суперобидный бой, мне хочется просто кричать и спрашивать, Антоша! Антон Панков, за что? Самое, что забавное, ладно, ладно, если бы я промазал только-только фугасом, в принципе можно было бы затащить этот бой. Но действительно, если бы я хотя бы только фугасом промазал, у меня бы хватило бы одного подкалибера для того, чтобы убить этого 261, если я до него доезжаю. А я вам сейчас расскажу даже одну историю, то, что я до него все же доехал, до этого 261, поскольку он стоит за камнем, справа я его засветил, вот он тут что-то мансует, выезжает. Я сейчас подъеду, буду в него врезаться тараном, и мне бы как раз-таки хватило одного подкалиберного снаряда для того, чтобы его добить, там немножко поврезаться. Вот, рискну я здесь, выехать на него, вот, он мне стрелял голдовым фугасом, и возможно, если бы я пару раз еще раз затаранился в него, мне бы хватило урона, ну или как минимум того фугаса. Короче говоря, пацаны, это ничья, это 11 тысяч урона, это поражение. Зато урона настрелял. Подписывайтесь на мой канал YouTube, TROVO, Telegram канал, там выходят мемы, для того, чтобы не потеряться, там выходят новости, там выходит информация и мой личный блог, о том, как проходят мои будни, а также о том, какие фильмы вы можете посмотреть. Также не забывайте приходить на стримы. Всем хорошего дня, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова